Здравствуйте, уважаемые зрители канала Микс Ки-Зет. Сегодня у нас очередная рубрика «Приготовь сам». Сегодня я буду готовить жереха. Жерех будет горячего копчения. Жерех свежий. Вчера были на рыбалке, ездили на каратал, наловили жереха речного. Если не смотрели это видео, обязательно вот наверху появилась подсказка. Обязательно посмотрите. Очень классная рыбалка была, суперский отдых был. Так, что нам для этого нужно? Первый, самый главный гренент, это сам жерех. Второе, нам нужна соль. Где-то, ну у меня сейчас пачка новая, можно там пол пачки примерно. У меня нету конкретных пропорций, все делается на глаз. То есть каких-то там конкретных четких цифр нету. Почему копчение? Потому что жерех идет некрупный, килограммовый примерно, чуть больше. Где-то килограмм, килограмм плюс там. И самый идеальный вариант для горячего копчения. Также после соли нам понадобится перец, желательно. Ну можно перец, можно приправу, кому кто по вкусу, кто что хочет. Обычно добавлять там жестких каких-то критерий нету. Все остальное уже там, доска и так далее, это уже на ваше усмотрение. Сейчас жерех еще не чищеный. Сейчас я его почищу. Жерех надо будет, чушью нужно не чистить. Вот такой вот некрупный жерех. Чушью можно не чистить. Ну надо будет сделать надрез. Сейчас спотрошить, все вычистить, помыть. И потом нужно будет просолить. Сейчас я все почищу и дальше подключусь, все покажу, что-то как будет делаться. Рыбу я уже, кишки все почистил. Чешую не чистим. Чешуя остается. Теперь нужно посолить. Так, я готовлю сегодня 5 рыб. Я думаю, примерно, ну пол пачки, наверное, хватит. И добавим перчиком. Побольше. Чтобы душистый был. Так. Сейчас еще. Ну все, я думаю, пол пачки я израсходовал. Отлично. Так, добавим еще перчиком. Так, все, перца добавили. Все хорошенько размешаем. Теперь, обычно я эту рыбу готовлю в полевых условиях, поэтому я всегда складываю рыбу в пакет, так как она должна с солью постоять. Берем каждую рыбу и солим. Посыпаем внутри. Натираем. Потом снаружи так же. Чтоб она пропиталась. Она будет вот так стоять. Часа 4. 3-4 часа будет стоять. Эта соли много не будет. Рыба сколько нужно ей возьмет. Остальное сполоснется. Следующую. Так же. Хорошенько каждую стеночку просолить. Чешую прям вот так. Надо прям против шерсти, чтобы она под чешую залезла прям. Тогда мясо будет с обоих сторон пропитанное и будет очень вкусное. Вот что у нас. Делаю все очень-очень быстро, так как видео снимается на улице, как вы поняли. Я снимаю во дворе. Уйдут уже тучи. Сейчас должен начаться дождик, чтобы я до конца снял кадр. Сделаю все в быстром режиме. Если у вас есть какой-то свой рецепт, которым вы сами пользуетесь, проверены, что-то хотели бы дополнить, обязательно пишите в комментариях. Всех выслушаем, посмотрим, попробуем по вашему рецепту приготовить. Эту рыбу мы обычно готовим на берегу. Когда ездим с ночевой, мы ее готовим на берегу, то есть сам прям сразу берем свежую рыбу и готовим. Ну, так как это начало сезона, домашние дома тоже хотят рыбу эту. Они со мной на рыбалку не все ездят. Копченую рыбу все любят. И попросили по свежему жереху, попросили рыбки. Поэтому я сейчас готовлю дома, ну, так же, как по привычке, как в полевых условиях. Поэтому съемка не ведется в кухне, там при комфортных условиях. Все как будто бы делается на улице. Все отлично. Теперь это нужно... Мы это крутим хорошенько и я положу в холодильник. Если вы находитесь, допустим, на рыбалке, то обычно я убираю в прохладное место или в тенек. Или если мы возим с собой в холодильник, то кладу рыбу в холодильник. И так она должна простоять часа 3-4. Все зависит от размера рыбы, от количества рыбы. Ну, я, допустим, делаю так. Мы, если в обед рыбу поймали, я ее сразу почистил, засолил. И все, до вечера мы дальше рыбачим. Вечером приезжаем, рыба уже соленая, готовая. То есть я ее сполоснул, подсушил и начинаю дальше коптить. Все. Пусть она в нужное время простоит. Дальше я включусь и покажу остальной процесс. Наша рыба простояла в холодильнике часа 4-4,5. То есть вся соль пропиталась. Этого, в принципе, уже достаточно. Рыба у нас не крупная. Соль проникла везде, куда нужно, я думаю. Теперь нам нужно лишнюю соль смыть. Рыбу чуть-чуть подсушить и загрузить ее в коптилку. Вот она также вот вся соленая лежит, готовая. Сейчас я ее сполоснул и дальше покажу, что да как. Видите, со всех сторон соль. Ее надо прям не топить воду. Я обычно просто из-под крана водой смываю, а если на природе бутылкой поливают, я ее быстро смыл и все. Продолжим. Рыбу я соль смыл, приготовил. Сейчас ее надо выложить, чтобы она немножко подвялилась. То есть минут 10-15 простояла, чтобы вся вода ушла. Пока рыба готовится, ждет своего, надо уже готовить коптилку. Коптилка у меня обычная, самодельная. Это медицинская бикса, большая, там 18 или я не помню какой. Первое, загружаем опилки. Ну, щипа разная, можно в магазинную купить. У меня, к примеру, это орех. То есть кому как можно. Яблоню и сливы, что-то с кислинкой там. Ну, мне нравится всегда ольха. Орех я делаю первый раз. Взял я пенек один ореховый. Попробовал с него сделать, но вкус еще не пробовал. Сегодня буду пробовать первый раз. Также щипой я добавляю сахар. То есть чуть-чуть щипы, чуть-чуть сахара. Обычно одной пачки, это примерно вот магазинная пачка, такой пачки мне хватает на одно копчение. И сахаром посыпать. Сахар вкус ничего не портит, сахар дает красоту. То есть вот, видели, наверное, рыба такая красная, прямо цвет такой приятный, золотистый. Это дает сахар. Без сахара не будет цвета. Теперь, тут еще чуть-чуть осталось, ну ладно, добавим тоже. Да, у меня сюда вот на дне столько остается. Пол кисюшки сахара бы у вас здесь тоже на дне осталось. Теперь устанавливается жироприемник. Питание должно быть правильным и здоровым. И жир, который стекает с рыбы, ну то есть он же греется, все текет. Если он будет течь прямо сразу на дно, то ваша пища будет уже вредная. Так как вот это, жиры выделяют очень плохие вещества, и она все будет прилипать снова к вашей еде, к вашей рыбе. Жироприемник уже предотвращает это. Он не касается дна. Здесь, если заметили, есть высота, то есть сантиметра два где-то от дна. Соответственно, она не греется, не кипит, жир здесь копится, и никому пища не вредит. Опилки приготовили. Коптилка готова. Нужно теперь выложить рыбу. Пусть она проветрится. Влага от нее немножко уйдет. И можно будет загружать. И уже начинать процесс копчения. Сейчас она вот так минут 10 постоит. Сейчас как раз ветрено. Это все быстро выветрится. Вся влага уйдет. И начнем дальше коптить. Итак, прошло 10 минут. Рыба чуть-чуть подвялилась. Постояла под ветром, на открытом воздухе. Вода, которой мы соль смывали, все уже ушло. Теперь надо загружать в коптилку. Грузим это все в коптилку. Отлично. Желательно, чтобы мясо... Вот хвост касается, хвост не страшно. Желательно, чтобы мясо не касалось стенок. А то в этом месте вкус будет другой. Все, есть один этаж. Грузим второй. О, отлично. Все, рыба в коптилку загружена. Опилки загружены. Засекаем время. И ждем. Так, все, огонь пошел. А, забыл. Я обычно делаю так. Открываю, жду, пока пойдет первый дымок. Дует ветер. Я сейчас здесь поставлю ветрозащиты какие-нибудь. Жду, пока пойдет первый дымок. Как начинает идти дым, я закрываю крышку. Все, начинает идти дым. Ветром сдувает. Наверное, на камеру не видно, но я уже вижу, вот по краям уже идет дым. Значит, процесс начался. Можно уже закрывать крышку. Теперь ждем минут 30. Бывает 40. Все зависит от температуры. От температуры вашего газа, на каком огне она стоит. От уличной температуры. Ну, готовность в виде, то есть во время готовки открывать, проверять можно. От этого ничего хуже не будет. И я где-то через минут 30 уже открываю, смотрю, как состояние рыбы, уже готова ли она или нет. Ну, дальше увидите. Будем вместе открывать, смотреть. Должно быть все красиво и вкусно. Перенес я под навес, так как там все равно дует ветер. Вот видно, у меня бикса не герметичная. Ну, я уже сколько, года два с нее готовлю, как бы это не страшно. Видите, вот под крышкой, вот по бокам дым выходит. Прошло 20 минут. Попробуем открыть, посмотреть состояние. Вот уже рыба обретает золотой цвет. Еще чуть-чуть. Еще минут 15-20 и уже будет готовая. Итак, друзья, прошло 35 минут. Рыба уже готовая. Теперь нужно ее выложить. Ну, и можно подавать к столу. Посмотрим. О, какой у него цвет прекрасный. Золотистый. Отлично. Вот такой вот красивый жерех. Цвет какой прям золотистый. Сейчас я выложу теперь нижний ряд. Он такой же золотистый, такой же прекрасный. Рыба уже готовая. То есть, я когда вложил, уже вижу, она уже рыхлая. То есть, это признак, что мясо хорошо приготовилось. И, конечно, через камеру я вам не могу передать весь аромат и вкус этой рыбы. Но я думаю, вы все равно сможете, используя этот рецепт, приготовить сами, на природе или же дома. Приятного вам аппетита. Спасибо за просмотр.